мы сегодня поговорим на тему о которой я не очень хотел говорить потому что в принципе мне новая полиция нравится мне нравится то что они ездят по киеву и светят своими машинами как-то становится спокойней мне нравится что они даже снимают на камеры нарушителей таким образом делают очевидным то что есть люди которые нарушают правила дорожного движения хамят пьют за рулем и таким образом в какой-то степени они исправляют общество в общем то общество становится более дисциплина с одной стороны но с другой стороны то руководство страны которая сейчас у власти является настолько аморальным что заигралась великолепной дорогостоящей игрушкой под названием новая полиция ребят хорошо одели хорошо обули платят более-менее высокую заработную плату хотя я считаю что это нищенская заработная плата их обучили за деньги американских налогоплательщиков нам прислали специалистов так называемых в виде сгуладзе которая должна ставить эту полицию на самом деле это лицо реформ потому что еще раз повторю все делается за деньги американцев а тот кто платит в общем-то и заказывает ту полицию которая ему нравится это похоже на американскую полицию в чем-то кроме подготовки наверное это что случилось на дороге когда убили юношу 17 лет на бмв и первые сообщения от мвд шли о том что была перестрелка что пытались скрыться бандиты или мажоры сформировала общественное мнение однозначно осуждающие богатых бмв как нам подали а потом как выяснилось что в бмв не было оружие значит они не стреляли бмв были действительно пьяные подростки возможно перепуганные или глупые попросту которые скрывались и вот их окружила огромное количество полицейских и отстреляла туда 77 пуль но самое главное один из полицейских подошел и в упор с небольшого расстояния шмальнул по лобовому стеклу убив подростка 17 лет и вот эти все подробности вылезли позже но первая реакция с гуладзе которая я считаю после таких заявлений должна уходить в отставку однозначно и одной грузинской реформатор шей возможно у нас станет меньше потому что она однозначно заявила не просматривая камеры не сказала что будет разбираться однозначно заявила о том что во всем виноваты подростки полиция действовала в рамках закона и правильно правильно что убила 17-летнего пацана антон герасченко наш большой правдоруб и комментатор всего и вся привет ему тоже заявил о том что полиция действовала в рамках и правильно что убили подростка хотя он тогда считал что это матерый бандит который отстреливался с автомата на минометах из этого бмб то что происходит однозначно стать на защиту полицейских тоже нельзя даже если это ваша любимая игрушка все-таки надо быть объективным вначале проводить расследование а потом уже делать громкие политические заявления я вспоминаю заявление о луценко в парламенте когда лозинский убил бомжа как он сказал тогда и тогда луценко на голубом глазу сидя по фракции бьют отстаивал своих подельников однопартийцев и говорил о том что лозинского надо наградить его наградили позже семилетним сроком или десятилетним сроком кстати который он уже закончил по моему отбывать и собирается прибыть на свою родину мстить односельчанам вот там и луценко сейчас у власти и подтянулись герасченко которые такие заявления делают из гуладзе реформаторы из грузии у которой которые судя по всему поймали звезду грузинские реформы здорово разрекламированы но те события которые происходили в 2007 2008 году в грузии навевают печаль мы обязательно опубликуем эти события и уже будущий или настоящий президент грузии говорил о том что саакашвили поймал звезду тогда еще поймал звезду как вроде реформы проведены американцы здорово зафинансировали эту страну и даже пошли какие-то инвестиции дали огромные деньги саакашвили но что он создал он поборол маленькую коррупцию так называемую коррупцию на местах в паспортном отделе при регистрации в полицию опять же за деньги американцев поставили это они победили но тот же президент грузии говорил что саакашвили создал крупную коррупцию когда все потоки или платежи или дань отдается вверх и за это в грузии возненавидели саакашвили и тогда саакашвили однажды тоже разгонял мирную демонстрацию слезоточивым газом дубинками что конечно же возмутило общественность грузии и за это саакашвили возненавидели в грузии и изгнали из грузии потому что его лишили гражданство и вот эта грузинская реформаторская команда сейчас работает здесь не знаю кто из них хороший то есть их плохой но я думаю что о прошлом всегда надо помнить у политиков а тем более когда происходят такие знаковые события убийства подростка и потом комментарии что это однозначный бандит принимая позицию полицейских однозначно мы должны задуматься а те ли люди нами руководят и достойны ли они руководить или может быть это не те реформы которые ждут украинцы может быть украинцы теперь уже ждут не только реформ на среднем уровне или на нижайшем а они хотят реформ высшим руководстве страны чтобы туда пришел моральный человек потому что на сегодняшний день я не могу назвать ни одного морального чиновника и морального авторитета лично для меня лично для меня они все казнокрады все лгуны и все используют ситуацию для личной наживы почему потому что никогда не смотрят в корень а так зарабатывайте и будьте осторожнее на дорогах там может оказаться полицейский который вас просто застрелит по методу сгуладзе зарабатывать